МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одет в темную одежду, темно. Я еду, пешеходный проезд, зеленый свет, нормально. Я проехал, значит, и маленько даже газку добавил. И с женой ехал здесь, с работы здесь. Ну и маленько, может, даже и отвлекся вправо, так повернул голову. А когда я сама повернул, он уже у меня на капоте. Удар сильный? Да, удар сильный, перелом бедра у него, очередная мозговая травма. В момент удара, говорит водитель, скорость его автомобиля была около 60 км в час. Пострадавшего в тяжелом состоянии машиной скорой доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД. В Тверском областном суде прошли премии сторон по делу Юлии Дмитриевой. В своей речи прокурор по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса просил признать ее виновной и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дмитриева, находясь в квартире дома по проспекту Ленина, совершила убийство своей 4-месячной дочери в связи с тем, что девочка вела себя беспокойно. В рамках расследования этого уголовного дела следователями регионального следственного комитета возбуждено еще одно уголовное дело. За Волжским межрайонным следственным отделом города Тверь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области В рамках расследования уголовного дела об убийстве четырехмесячной девочки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних преступления, предусмотренные частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. Напомним, преступление было совершено в субботу 10 ноября прошлого года. Из материалов уголовного дела следует, что женщина до 4 ноября 2018 года проживала совместно с своим сожителем и их совместной малолетней дочерью, которая состояла на учете в детском отделении Калининской ЦРБ. Также установлено, что отец девочки, ранее судимый за совершение преступлений, в том числе против личности, находился под административным надзором, а за неоднократные нарушения установленных ограничений и обязанностей, кроме этого, был привлечен к уголовной ответственности. Сам мужчина официально не был трудоустроен и проживал на случайные заработки. А еще следствием установлено, что сожитель в состоянии опьянения поднимал на мать своего ребенка руку, за что привлекался к административной ответственности и поставлен на профилактический учет в Калининский отдел полиции. Мало того, по нашим данным, и отец, и мать ребенка употребляли наркотики. Несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, направленных на обеспечение защиты прав и законов интересов несовершеннолетних, также на проведение индивидуальной профилактической работы, своевременного выявления семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудниками полиции, также медицинскими работниками, осуществлявшими патронаж за ребенком в возрасте до 1 года, также иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей ребенка, а также своевременному выявлению данной семьи малолетней девочки, которая находилась в социально опасном положении, а также ее изъятию из данной семьи принято не было. Таким образом, указанные бездействия в конечном итоге привели к совершению, к сожалению, такого тяжкого преступления, убийства девочки 10 ноября 2018 года. В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучили и проанализировали все обстоятельства, включая действия или бездействия должностных лиц всех органов системы профилактики, в обязанности которых входит выявление и профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних. 29 ноября 32-летняя Дмитриева выступит в Тверском областном суде с последним словом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА